Сюжет футболиста карьеры полностью вымышлены. Всякий сход с реальными событиями является абсолютно случайным. У нас и у них одинаковое количество очков. Мы еще не проиграем ни одного матча, слава богу. Дальше у нас Панафио Найкос Лига Европы, Манчестер Сити, премьер лига и Куба Каравала, 1-8 Ливерпуль. Дальше Фулхам здесь, снова Панафио Найкос, Ток Сити, вот Бельгия, кстати, наверное, самый интересный матч будет в ноябре. Наши главные конкуренты в квалификации. Ну что ж, давайте начнем. Домашний матч Лиги Европы. Против Миддлленда мы забили три мяча. Напоминаю, у нас статистика хорошая. Один матч, три мяча в Лиге Европы. Давайте отыграем в красный, они пусть в своей домашней тоже отыграют в черненькой. Ливи на стадионе, Олд Траффорд, поехали. Итак, замечательный стадион в городе Манчестер, Олд Траффорд. Интереснейший матч сегодня у нас, Манчестер Юнайтед против Брюги. Поехали. И вот момент. И это 1-0. Отлично, 30-я минута. Сейчас просто аккуратно всех разложили. Забиваем наш четвертый мяч во втором матче. Отлично. Классный, классный гол прямо сейчас получился. Здесь навертели. А здесь вообще, ну, защитник ничего не сделал. Ну и здесь просто надо было уже мощно, сильно пробить ближний угол. У нас там завершение 99, сила удара что-то там под 97 вроде. Ну и все. Забиваем четвертый гол за Манчестер Юнайтед в Лиге Европы. Замечательный. Самый легкий гол за всю мою карьеру. А вот это да, это 2-0. 68-я минута. Гол и за штрафной. Классно прямо сейчас получилось так. Не с первой, так со второй попытки у меня эту атаку получилось завершить. Классно. И все, друзья, не хватило, да, не хватило мне одного гола до хэт-трика. Так что цель мы уже точно свою не выполнили. Забивать в каждом матче хэт-трика в Лиге Европы. Но все равно 2 мяча это тоже замечательно. 9-3 оценка. Лучший игрок матча, кстати, Гарнер. Он что, 2 голевые на меня отдал? Да, 2 голевые за это и получил. Ну, хотя, тоже такая оценка. Ну, да ладно. Миддлэнд. Миддлэнд, не знаю, как правильно выиграть. Панафянайкос на выезде с счетом 2-0. Ну, что же, игроки отправляются в сборной. Польша и Швейцария у нас. Но в Манчестере нет игроков с такой национальностью. Так что с наклубниками мы уж точно встретимся. Переходим мы к матчу с Лестером. Они сейчас даже не в топ-6 английской премьер-лиги. Давайте отыграем и в черной форме. Опять этот баг, что футболка не поменялась. Дочь на стадионе. Поехали. Итак, показывают меня. Наверное, как лучший бомбардир сейчас премьер-лиги. Я что-то даже и не посмотрел. Но вроде мы с Кейном сравнялись под концовку прошлого выпуска. Ну, что же. Кинг Пауэр Стадиум. Лестер. Манчестер Юнайтед. АПЛ. Поехали. Ну, а вот опасный. И я забиваю. Наконец-то и у меня получилось в карьере забить гол с отскока. 1-0. Мы выходим вперед. Для меня это еще более важно, потому что в бомбардирской гонке я снова участвую. Там с Харрикейном. Отлично. Классно здесь прям получилось. И я забиваю уже свой 9-й гол в АПЛ. Ну, это штрафной. И это штрафной. И вот сейчас я, естественно, забью. Я забиваю 30-й гол. А, нет. 30-й гол и за штрафной. И это супер, что я за штрафной так много забиваю. Ну, это мой очередной гол со штрафного. Причем. Отлично. Классный, кстати, гол получился. Я давно... Ну, вообще вроде с центральной позиции практически. И в левый для меня угол не пробивал. У меня всегда вроде вправые шли. Ну, был вроде еще один. За сборную забил со штрафного в этот же угол. Ну, отлично. Дубль уже к перерыву. Это точно победа, скорее всего. 10-й гол мой в премьер-лиге. И это хорошее... Мы сейчас увеличение для себя голов делаем именно в бомбардирской гонке от Харрикейна. Ну, все. Ну, это хэт-трик. Это хэт-трик, я надеюсь. Отошел. И это хэт-трик. Отлично. Я думаю, меня сейчас собьет этот защитник. Ну, классно. У меня прям удар получился. Давно такие прям не залетали. С угла с такого очень хорошо. Мощно, сильно. Забиваем хэт-трик ворота Лестера. Будем надеяться, что так будем играть еще и в следующем матче. У нас там Тоттенхэм, Сити, Фулхэм в этом месяце. Поэтому надо вот хорошо сейчас именно на Лестере и на Фулхэме постараться вот так вот отыграть. Чтобы игрока месяца тоже получить. Третий раз подряд можем сделать это. 11-й гол в премьер-лиге. И это покер. Покер забиваем. 8-7-я минута. Отлично. Здесь еще так празднование такое случайное получилось. Ну, да ладно. Классно, классно. Еще от штанги так звонко залетело. 4 мяча. 4 мяча забиваем. 12-й гол в премьер-лиге. И все, друзья. 4-0. Мы обыгрываем Лестер. 4 мяча лично я сам забиваю. Получаю свой мяч за 4 удара. Кстати, стопроцентная реализация. Давно такого не было. Забиваю 4 мяча. Супер. Второй хитрик уже за Манчестер Юнайтед. Да и вообще в сезоне получается. За Челс я вроде хитрик и не забивал. Ну что же, проводим тренировку после матча с Лестером. Так. Ну, у нас игра против сборной Польши. Они потеряли свои очки, дважды сыграв по ходу в ничью. Да, они дважды сыграв в ничью. Давайте сейчас еще посмотрим, что там в премьер-лиге. На 4 мяча, да. Кейн не забил, получается, в матче 8-го тура. Если я ничего не путаю. Вот. А мы забили 4 мяча. И поэтому отрываемся. Отлично. Мактоминые 4 голевые за 8 матчей. Ну, тоже, кстати, первую строчку разделяет. Ну, и сейчас у нас игра на выезде против сборной Польши. Против сборной Польши я, кстати, вроде и дебютировал за сборную России. Тогда я и гол первый. В футболке сборной России забил именно Польши. Ливандовский, надеюсь, уже нету в сборной Польши. Ясно на стадионе в Польше. Поехали. Итак, разминаются игроки сборной Польши. В первых двух матчах у них 2 ничьи. Вот. Скорее всего, может быть, либо они со Швейцарией сыграли в ничью, либо с Бельгией. Поэтому нельзя сказать, что Польша слабый соперник. Они очень серьезные. Так что надо к ним тоже серьезно относиться. У нас 4 очка. Победа и ничья. Вот. Поэтому нам надо теперь выигрывать. Аркадий Шмилик вижу. И Ливандовского я не вижу, слава богу. Скорее всего, закончил карьеру. Слава богу. Так. Милик. Шиманский. Кто еще? Беднарика знаю. И забивает нам Аркадий Шмилик. Замечательно. 31-ая минута. Польша выходит вперед. И что я должен был сейчас делать, по-вашему? Лунев или кто там вообще на вороту сыграл? Он бы не доставал. Покажите мне этот момент. Он не доставал. Здесь нет моей ошибки, что я прямо ему на ногу, нападающему, это скину. 1-2. 1-2. Время есть еще. Но я свое, можно сказать, отыграл. Типа вот из-за меня практически второй гол залетел. Вот. Я забил. Сейчас все в ваших руках. Ну все, друзья. Проиграли сборную Польши минимально. Так что тот гол, скорее всего, был и роковым. Который, как, наверное, сейчас все будут говорить, из-за меня произошел. Он бы хоть как бы забил, примут бы со штрафного. Если бы не я бы, то тут непонятно. Либо вообще надо было стоять, где стоял, у него бы не потащил. На него бы весь гнев был бы. А так, ну ладно. У нас теперь 4 очка. Мы сейчас играем против сборной Швейцарии. У них тоже 4 очка. Так что если мы их обыгрываем, потом в ответке надо обыгрывать Польшу. И все, будет нормально. Тяжело сейчас будет до Бельгии. 3 очка отставания, конечно. Ну что же, сегодня мы боремся, наверное, все-таки за третью строчку. Давайте посмотрим, с кем там Бельгия и Польша играет, чтобы нам понять. Если мы, например, сегодня выиграем, а Бельгия проиграет, то мы сравнимся с Бельгией. Если Польша проиграет, то будет намного лучше. Даже если они в ничью сыграют, это будет хорошо. Польша играет против Уэльса. Ну не знаю, не знаю. Уэльс ни разу не выигрывал, но зато 2 ничьих. Причем одна с нами. Не знаю. Но нам хоть как придется обыгрывать Швейцарию, чтобы быть выше их. Играем дома. Надеюсь, получится. Открытие арены. Ясно, на стадионе. Поехали. Итак, матч Россия-Швейцария. Мы вроде как с Швейцарией встречались на квалификации к чемпионату мира. Потому что на тот момент... Хотя нет, к чемпионату Европы мы, да, квалифицировались. Когда в прошлый раз мы встречались вроде против Швейцарии. Потому что на тот момент я играл в Манчестер-Сити. И в составе Манчестер-Сити был швейцарский игрок Аканжи. Так вот. Скорее всего он еще здесь в составе. Ну что же. Россия-Швейцария. Поехали. Максименко. Ведь именно он стоял. Нет. Ну нет. Ну Максименко. Ты будешь хоть раз стоять к мячу лицом. Боком, задницей поворачивается. И сразу же начинает из-за этих тупых отскоков. Мы сейчас можем... Еще и со Швейцарии очки теряем. Максименко. Хорош. Но не сейчас. Почему? Ты не встал и не стал добирать этот мяч-то. Почему вот так вот играет сейчас наш голкипер? Это вообще просто дичь какая-то. Так, Рудаков. Головин. 2-1. Отлично. Прямо в рифму еще. Есть, есть время, чтобы и двушку даже забить. Есть. Но надо главное это реализовать сейчас с самого начала. И все, друзья. Снова поражение. Я не буду больше играть за сборную России лично за игрока. Потому что они хреново обороняются. Они ничего не делают. Они не могут вывести меня на ударную позицию. Из-за того, что я играл за сборную на чемпионате мира. Поэтому мы и выиграли его. Если бы я играл за игрока, ничего бы вообще не получилось. Хорошо хотя бы Уэльс, он Польшу обыграл. Бельгия и так, понятно, набирает свои очки. И сейчас вообще не представляю, у нас есть ли там вообще шансы. Если мы сейчас будем и Бельгию, конечно, обыгрывать. Тоттенхемп-то потерял, кстати, очки. Это вообще замечательно. Поэтому и не забил там Кейн, скорее всего. Так. Смотрим. Мы сейчас с четырьмя очками. Нам надо выигрывать. С кем у нас там матчи дальше? С Бельгией были. И еще один. Бельгия и Уэльс. Ну, Бельгию выигрываем. Даже если мы выиграем в двух матчах Бельгии, у нас есть шансы. У нас вообще совсем есть шансы. Сейчас мы будем всех выносить. Я верю в это. Так. Тренировка после матчей сборной. 91 рейтинг у нападающего. 91. Не могут там выпускать головину на 60-й минуте. Вот для чего это вообще было? Сейчас не понять. Так. Смотрим, что у нас здесь по голам. Все так же у нас отличное лидерство в четыре мяча до Кейна. Сейчас еще и противостояние с Тоттенхэмом. Вот. Родри. Родри мы видим здесь. Так. Ливи на стадионе Уолл Траффорд снова, кстати. Ну что ж. Бамба на Цапнике. Поехали. Манчестер Юнайтед против Тоттенхэма. Важнейший матч. Потому что сейчас Тоттенхэм там потерял с кем-то очки. Сыграли в ничью. Теперь они наравне с Манчестер Сити. У нас лидерство в два очка. Надеюсь, сегодня у нас это получится. Сделать в пять очков даже. МЮ Тоттенхэм. АПЛ поехали. И все, друзья. Потеря очков для Манчестера. Тоттенхэм их отбирает. Тоттенхэм так и остается на втором месте. Сейчас главное посмотреть, как Сити отыграл. Потому что нам в следующую игру играть, между прочим, с Манчестер Сити. Что я могу сказать? Тоттенхэм ни одного удара не нанес. Ну это вообще замечательно. Челси тут, Водфорд 3-1. Ливерпуль с Бернерой еще не сыграл. Проводим тренировку. Мне немного остается уже до 92-го. Чуть-чуть прям. Так. Хотя бы в Лиге Европы у нас 6 очков 6. Давайте вот после матча с Панфианайкосом мы и посмотрим, как у нас там все обстоят дела в премьер-лиге. Потому что там у нас как раз лучше сыграть Сити. Будем играть мы в красной, а не в своей домашней зеленой. Пасма на стадионе. Поехали. Итак, третий тур Лиги Европы. Мы приехали к Панфианайкосу. Панфианайкос. Вообще без разницы мне как читается. Третий тур. Мы на 6 очков. Будем делать сейчас 9 из 9 в первом круге. Поехали. За нее лопушка какая, а. Голевую отдаем первую в Лиге Европы. Отлично. Неплохо. И отлично. Шестой гол в третьем туре. Гол плюс голевая за сегодняшний матч. Замечательно. И отлично. Забиваем дубль. 89-я минута. 3-0. Манчестер громит Панфианайкос. Неплохо, неплохо. 7 мячей за 3 матча. У нас сейчас, наверное, лучшая статистика в Лиге Европы. Но я сказал все-таки, я 3 года был лучшим игроком в Лиге Чемпионов. 3 года брал с разными тремя командами. 3 года становился лучшим бомбардиром в Лиге Чемпионов. А в прошлом сезоне даже рекорд поставил в составе Челси по забитым мячам за сезон в Лиге Чемпионов. Да и тем более этот Пентатрик забил в финале. И все, друзья. Разгромная победа Манчестера над Панфианайкосом. Дубль плюс голевую передачу мы смогли отдать. Оценка у нас 9,2 за матч. Отметка в 20 голов за сезон. Ну и пятая голевая тоже за сезон. Так, Брюгге здесь 3-1 выиграет Миддлэнд. Неплохо. Сейчас Сити нас, причем еще и обгоняют. Там они, наверное, много забивают. Так что сейчас это прям обязательно надо нам обыгрывать Сити в дерби, во-первых. Ну да, они здесь прям на 8 мячей больше забили, чем мы. Вот. Так что надо сейчас их обязательно выигрывать и делать отставание. Ух, тут еще и Ливерпуль. Ну вообще нам сегодня нельзя никак терять очки, иначе Ливерпуль будет нас обгонять даже. Поэтому надо сегодня обязательно побеждать. 28 очков брать, чтобы 1 очко лидерства было. Так, тут и Санет вписался, кстати, в бомбардирскую гонку. Вот у него 9 мячей за 9 матчей. У меня 12 за 9. Так, что у нас по Лиге Европы? Да, все, я на первом месте. За 3 матча 7 мячей. И Геральдес за 5 матчей 7 мячей забил из Торино. Ну они, наверное, квалификацию еще проходили. Вот. Ну что же, матч против Сити. Еще и на их стадионе это вообще принципиальный матч. Это то же самое, ну я думаю, на самом деле, если нам предложат перейти в Барселону, я, наверное, все-таки соглашусь. Вот. Так что мы сейчас переходим в самые, так сказать, принципиальные команды. Вот. Были в Сити, теперь в Юнайтеде. Потом были в Реале. Будем в Барселоне, скорее всего. Так что это вообще очень опасно, конечно. Ну да ладно. На эти ходи играем. Ясно на стадионе. Поехали. Итак, показывает нам Сауля, нашего бывшего одноклубника в Атлетико Мадриде. Он перешел после вроде этого же чемпионского сезона в Манчестер Сити. Мы в Дортмундскую Барусию, потом уже Челси, Манчестер Юнайтед. Мы три клуба сменили, а он только в одном. Но да ладно. Верность клубу все-таки для него важнее. Наверное, для меня больше это поиграть за интересные клубы. Итак, Манчестер Сити против Манчестер Юнайтед. Дерби Манчестеров. Мы участвовали за Сити, теперь будем участвовать за Манчестер Юнайтед. Ну что же, поехали. Неплохо. И за Ньола забивают гол. Мы отдаем голевую. Причем в премьер-лиге мне надо было это делать, кстати, давно. Ну, чтобы у нас как бы ожидание тренера. Вот это все мы оправдали. Задание мы выполняли. Именно в премьер-лиге только засчитываются голевые передачи. Поэтому с голами у нас пока что все хорошо. Поэтому будем пока что вот время от времени еще и голевые раздавать. Ну, неплохая голевая сейчас на Заньола. И он забивает. Мы на него, кстати, недавно в Лиге Европы отдали против матча с Панафенайксом вроде. Ну, это пенальти. Мы зарабатываем пенальти. Здесь удаление даже сейчас будет. Смотрите. Получает его кто? Кисье это или кто вообще? Да. Кисье, который за Милан вроде выступал. Ну что же. Нам главное сейчас забить. Я забиваю ворота Манчестер-Сити. Гол, естественно, я праздновать не буду. Но забил. Отлично. 2-0. Гол плюс голевая за матч с Манчестер-Сити. Очень классный прям получился гол. Уверенная победа Манчестера-Юнайте до Нат-Сити. На выезде мы еще с удалением они там были. Гол плюс голевая у нас за матч. Замечательно, мне кажется. Все, теперь мы точно на 1 очко сейчас опережаем Ливерпуль. И нам сейчас с Ливерпулем играть в 1-8 кубка Карабао. Фулхам обыграл Кардиев. А нам следующий тур в АПЛ играть именно против Фулхама. Так, снова тренировку мы проводим. Чуть-чуть прям вообще, чуть-чуть буквально наслаждаться до 92-го он рейтинга. Вот, давайте я что-нибудь может посмотрю в успехах. Так, закрытые. Вот, что переведите мяч 10 раз. Навесить, ну это много прям здесь надо. Голы со штрафных. У меня сейчас 6 пока что, понятно. Завершенные матчи. Защитника или полузащитника? А что, я вроде полузащитника выходил? Наверное в этом, в Аяксе выходил. Так, закончите матч со 60% точных отборов. Защитникам или полузащитникам? А, ну это не то даже. Тут много прям надо. Навесы можно. Завершенные матчи, ну это то же самое. Желтые карточки. Прикиньте, за то, что я получу 20 желтых карточек, мне напор добавят. Так, передачи, длинные пасы, много голевые прострелы. Верховые мячи. Покрытое расстояние, но здесь побегать надо, да. Так, голы с пенальти надо было бы, у меня еще сейчас один гол с пенальти забить будет, 20-й. Победу скунует вратарь. И здесь всякие, ну да. Ну, вообще выполнимо тут всякие эти переводы мяча, голы с пенальти. Побегать надо еще тоже. Ну, я бегать вообще чисто не могу, у меня выносливость какая-то слабая. Так, у нас кубок Арабао, мы играем против Ливерпуля. Состав у них вроде как очень даже хороший, потому что сейчас они там на первой строчке шли в АПЛ, но теперь мы после того, как обыграли Сити, я, наверное, отыграю первый тайм, либо, ну, 60 минут, чтобы к фулхому быть готовыми. Так, облачно на стадионе. Поехали. Ну, что же, разминаются игроки Ливерпуля, Йовича мы видим, и остальные, ну, какие-то... Хотя нет, вот этого полузащитника вроде этот известный. Ну, я его что-то запомню. Либо это сейчас вспомню. На Телеса похож. Робертсона, что ли, они продали сейчас. Надо сейчас глянуть. Ну, что же. Ливерпуль против Манчестер Юнайтед. Мы уже вроде как проводили этот матч. Неплохо. Ну, хоть как-то, хоть как-то-то забили. Ладно. Хавердс, там без моей даже голевой. Все, врубаем. И отлично. Это прям голевой прострел получился. Вот это голевой пас. Классный. Я два раза на вес нажимал, и получилось. 40-ая минута. 2-0 голевая на Джеймса. Джеймс. Ой, как хорошо. Пушка. Пушка. И сейчас я ухожу на замену. Попросил прям вовремя. Забил перед своим уходом на замену. Ну, гол плюс пас. Снова, как и в матче против Сити. Я это сделал теперь еще и в матче за Кубок Карабаутом. 1-8 за выход в четвертьфинал. Гол плюс пас. Отлично. Здесь очень хорошо прям мяч пропустил. И пробил в ближний. Супер. 3-0. Манчестер побеждает Ливерпуль. Выходит в четвертьфинал Кубка Карабау. Он, гол плюс пас у меня за сегодняшний матч. И сейчас будет игра против Фуллхама. Последняя в месяце в английской премьер-лиге. И тоже будем мы, ну, будут там решать, буду ли я игроком месяца в октябре. Потому что против, кого мы там играли в начале месяца. Забыл уже. А, ну, против Флестера забил, да, 4 мяча. Против Сити хорошо сыграл. Тоттенхэм 0-0. Ничья. И вот сейчас главное против Фуллхама хорошо прям сыграет. Тоже на оценку 9-0. И будет все замечательно. Так, изменения в расписании. Да, там у нас матч, скорее всего. Поставили нам еще, наверное, один. Нет. Он будет в декабре. Вот. Против Берли мы будем играть в четвертьфинале. Ну что ж, сейчас у нас лидерство. В 1 очко над Ливерпулем, в 2 над Тоттенхэмом, в 3 над Сити. Очень серьезная плотность. Вот топ-4. Прям это лига чемпионская четверка. На 4 гола Сане отстает. Но он, походу, не играл против нас. Странно. Ну и по голевым. Кстати, вот у меня 3 голевые за 10 матчей. Неги из Ток-Сити 6 уже за 10 отдал. Но неплохо. Так. Ну и сейчас у нас домашний матч против Фуллхама. Ну а последний в октябре. И будут смотреть, как мы все-таки себя покажем. Дождь на стадионе. Поехали. Ну что ж, показывают сейчас меня в матче с Фуллхамом в начале. Потому что я лучший бомбардер английской премьер-лиги на данный момент. 13 забитых мячей. Вот. Посмотрим, как сегодня отыграем. Сегодня решающая, можно сказать, игра за звание лучшего игрока в премьер-лиге в октябре. Потому что если мы сейчас убедительно прям сыграем, тоже забьем там парочку мячей. И голевые, может, отдадим. То у нас получится им стать. Манчестер на этот Фуллхам. АПЛ. Поехали. Отличный голевой прострел на Хаверца. Голевая. Премьер-лиги. Второй матч подряд я отдаю голевую. Было в матче с Сити. И сейчас классно прям получилось. Прямо прострельчики у нас такие идут. Я снова два раза на навес нажимаю. Очень классно здесь. Но теперь осталось нам забивать. Кстати, первый гол Хаверца в АПЛ. А уже месяц октябрь сегодня заканчивается. Неплохо. И это штрафной. Это штрафной. И это точно гол сейчас будет. Это очень близко. Но это не гол. А нет, гол. Ладно. Я думал прям что-то сильно далеко от девятки. Мы забиваем и отдаем голевую передачу. Все замечательно. Классно, классно. Теперь мы обязаны третий месяц подряд становиться лучшим игроком в матче. Неплохо бамба на меня. И все. Но это последний шанс забить еще. И мы забиваем. Это дубль. В сегодняшнем матче дубль плюс голевая. Так что я надеюсь мы точно станем лучшими игроками октября. Прямо здесь безусловно. Матч с Тоттенхэмом можно не брать. Мы три матча из четырех на девять и выше оценку отыграли. Очень классно. И забиваем пятнадцатый гол в премьер-лиге. Все. Заканчивается матч. Разгромная победа Юнайтеда над Фулхамом. Со счетом 3-0 мы побеждаем. Дубль плюс голевая. Это просто вообще замечательно. Вот. Двадцать пять голов за сезон. Ну вот лучше бы голевые так бы отдавали. Челси. Норвич обыгрывает 2-0. Тоттенхэм играет в ничу. Кстати. С Ливерпулем. И все для них это потеря очков. И Манчестер Сити. Теперь там будет наверное сейчас на второй строчке. Так. Давайте проведем тренировку. Навес плохо мы прям выполнили. Ну и давайте доведемся вот до второго числа. Хотя я мог бы сейчас это тоже посмотреть. Смотрим. Кандидаты в название игрока месяца в октябре. Я. Мунир. Походу. Калашинец. И игрок еще один из Ньюкасла. Это Тауре. Ок. Ждем мы теперь. Ну получается 5-е хепт число. До матча прям сейчас дойдем. И посмотрим стали ли мы игроками месяца 3 раза подряд в составе Манчестер Юнайтед. Получается август, сентябрь. Сейчас я признан, друзья, 3 месяца подряд я просто лучший игрок месяца. Это просто замечательно. Вы сами видите. Все замечательно. 91 все так же еще рейтинг. Трансфер запросить еще к сожалению не могу. Давайте так же глянем сейчас. Интересно все таки посмотреть. Как мы сейчас там в премьер-лиге себя чувствуем. После разгромной победы. На 3 очка у нас теперь лидерство над Сити, над Ливерпулем. 4 очка мы лидируем над Тоттенхэмом. Ну и здесь прям хороший такой отрыв 7 очков до Арсенала. Ну это прям замечательно. Итак, мы сейчас на первой строчке. После первого круга, так можно сказать, Панфианайкос вообще на последнем у них 1 очко. Так что сейчас очередной матч. В Лиге Европы играем дома. Четвертый тур. Ну и сейчас вроде уже будет известно после этого матча. Выйдем ли мы в плей-офф. Нам эта задача как бы и предстоит. Нам вообще выиграть надо Лигу Европы по факту. От руководства задания. Ясно на стадионе. Поехали. Итак, разминаются игроки Манчестера. Кай Хавертс. Я еще. Так, ну это Лингле был. И Заньола вроде. Ну все. А игроков Панфианайкоса не зачем показывать. Ух, какая замечательная прям сейчас подсветка такая. Манчестер Юнайтед. Темно, естественно, уже в Манчестере. Четвертый тур. Лиги Европы. Поехали. Там был вроде Арсайд. Нет? Ладно, я продолжу. Очень хорошо. Он тупо на мне фалил. Сейчас мы могли бы заработать штрафной. А тут я просто взял и забил. Вот просто пушкой своей. За штрафной вроде снова я забил. Или вошел все-таки. Сейчас глянем. Вроде даже зашел, наверное. Хотя нет, нет. За штрафной все замечательно. Супер. Супер. Уже на седьмой. В седьмой минуте мы забиваем свой. Восьмой гол в Лиге Европы. Отлично. Только четвертый тур. Мы забиваем пока что в каждом матче на групповом этапе. Это вообще супер. Опять левая же нога. Заньола забивает. Пофиг на отбивание. Как на отскоке на этом забил. Ладно. Пойдет. Заньола. Опять вот от Заньола. Вот просто сейчас два мяча в матче забил благодаря своим отскокам. После меня так мячи подбирал и забивал. Отлично. И снова вот этот прострел на Джеймса у меня проходит. 4-0. Джеймс забивает вроде во втором матче уже. Ну подряд он фулл хаму забил с моей голевой и сейчас. Вообще супер. Мне кажется я сейчас больше за Эмью отдам голевых нежели чем за Челси. Слушай, ну у меня прям идет вот это вот. У меня третий матч уже вроде я сейчас отдаю голевые передачи. За Сити отдал. Ну против Сити отдал. Против фулл хаму отдал и сейчас. Две голевые. Сейчас я просто вот отдал на Асенсию еще. Что вообще творится, а? 5-0 мы выносим по ноте Найкос. И причем это вот это все работает. Мой прострел я два раза на навес нажимаю. Прям вообще топово. И вот Асенсию. Давно я его не видел на поле. Может травма была, не знаю. Очень классно. И забиваю. Я сказал мне бы еще забить. 6-0. 6-0 мы выносим. Мой дубль. Плюс две голевые за матч. Плюс два отскока от Заньолы. Это все. Классный действительно матч. Прям сейчас получается. Именно для меня 4 результативных действия из 6. Причем два мяча от Заньолы. Это чисто мои отскоки. Потому что после них забивал Заньола. Отлично. Забиваем девятый гол в Лиге Европы. Сейчас бы забить бы третий. Был бы десятый. Уже было бы красиво. И все, друзья. Заканчивается матч. Разгромная победа Манчестера над Панатя Найкосом. С счетом 6-0. И так празднуют болельщики. И громко очень. Значит, мы уже точно в плей-оффе по ходу. 9-5 у меня оценка. 2 забитых мяча. 2 гола. 10 голевых за сезон. Отлично. И все 4 у нас плюсика, можно сказать. Ну, а Миддлэнд проиграл Брюги у себя дома с счетом 2-1. Итак, вызываемся мы в сборную против Бельгии. Против Уэльса. Бельгия. Никого. Уэльса. Это ну, Джеймс и Льюит. Я буду отыгрывать матчи теперь за сборную именно командой. Не буду за игроками, потому что это просто нереально. Так вообще сейчас можем пролететь мимо чемпионата Европы. Ну и у нас выездной матч против Сток Сити. Пасман на стадионе. Поехали. Выездной матч в английской премьер-лиге. Для нас это первый в ноябре. Будем стараться получать теперь еще и четвертую награду игрока месяца. Потому что просто невероятный сезон. Начинаем проводить в Манчестере Юнайтеде. Три из трех наград личных мы уже получили. Какие были только возможны. Это просто замечательно. Но у нас матч Сток Сити против Манчестера. Поехали. Гол. Просто из ниоткуда. Просто решил шлепнуть, так сказать, на удачу. Вдруг залетит. И это залетело. Отлично. В ноябре мы забиваем за Манчестер. Шансы у нас есть на то, чтобы стать лучшим игроком еще и в ноябре. Ну отлично. Здесь вот просто потерял мяч. Придержал корпусом. Продвинулся. Ну и своей пушечкой с завершением 99. Я забиваю 16 забитых мячей. Отлично. Ну это первый раз, кстати. Давно нам в английской премьер-лигии не забивали. Здесь Сток Сити решил. Замечательно. Забиваем. 2-1. Сидеть. Дубль. Отлично. И все, друзья. Минимальная победа Манчестера над Сток Сити. Мы забили дубль. То есть и открыли это, что-то закрыли, можно так сказать. Оценка 9-2. Даже то, что нас заменили, мы стали лучшим игроком матча даже на скамейке запасных. Бамба получает травму. На 7 месяцев вылетает парень. На 7 месяцев. Это вообще просто жесть. Проводим очередную тренировку. У нас сейчас матч против сборной Бельгии. Это первая строчка. Я, естественно, сейчас буду играть командой. Вот. Надеемся на то, что у нас получится. Хотя бы их обыграть, либо в ничу сыграть. Дождь на стадионе. Поехали. Итак, друзья. Квалификация к чемпионату Европы. Мы играем сегодня против сборной Бельгии. В Брюсселе мы. Поехали. Бельгия-Россия. Лунев, еще вставай. Почему вот они не встают? Я не понимаю. Максименко в прошлом матче вот точно так же. Хотя бы Головин сегодня с первых минут. Так, Рудаков, ты итальянцам забивал. Мы благодаря тебе, можно сказать, чемпионат мира выиграли. Потому что, если бы не его гол бы, там бы хрен знает, что было бы. Замечательно. Вообще, наверное, без разницы, что я играю за сборной России, что я не играю. Они все равно будут проигрывать. В любом случае. Здесь это дело, наверное, самих даже футболистах. Потому что, ну, вот они просто вот пролетают сейчас. Что, 3-0? 3-0, конечно же. Потому что я ничего не могу сделать. Это прям сразу видно, что это залетит сейчас. И все, друзья. Самое крупное, наверное, поражение за все наше время. 3-0 мы проигрываем сборной Бельгии. И, ну, такой сборной вот точно вообще не место на чемпионате Европы. Если мы не пройдем туда, ну, такова, значит, судьба. Это просто нереально играть за такую сборную. Она ничего не может сделать. Удаление там еще было. Это вообще. Сейчас шансов у нас практически вообще нет. Будем, если так и обыгрывать. Надеяться, что Швейцария потеряет там с кем-нибудь очки. Тогда, может быть, и получится. Сегодня мы играем против Уэльса. Можем, если обыграем, конечно, на четвертую строчку забраться. Пасмурно на стадионе. Поехали. Ну что же, разминаются игроки сборной России перед матчем с Уэльсом. Мы сыграли с ними в ничью. 1-1, либо 2-2. Вроде 1-1 даже. Вот. Теперь играем дома. Нам нельзя вообще теперь проигрывать. Никакие матчи у нас остается. Я забыл еще и переключить. Вообще замечательно. Сейчас будем играть за одного меня. Вообще шикарно. Штрафной я зарабатываю. Гол. Ну, гол и гол. Гол. Ладно. Пятая минута. 1-0. Сборная России пока что выиграет. Опять же, в этот угол штрафной уже ставили, кстати. Не помню, против кого в премьер-лиге вроде, либо где. Я забил. А тут как-то от штанги еще залетел. Вот. Ну, гол со штрафного для себя чисто в копилочку. Пятая минута пойдет. Ну, вот еще один момент. 2-0. Просто сейчас без моментов был. Вот начало тайма, когда я со штрафного сбил. Сейчас все. Посередине них вообще никаких моментов абсолютно не было. Я вообще не понимаю. Они просто сейчас катали мяч. Атаковали. Тут мы в контратаку вышли и все. Уходим на пережив. 2-0. Выигрываем. Слава богу. Что там? Бельгия выигрывает. Швейцария в ничью с Ирландией играет. 30 голов за сезон уже. И все, друзья. С счетом 2-0. Мы обыграем сборную Уэльса. Мой дубль нам приносит победу. Но не знаю, что нас ожидает дальше. Еще 4 тура остается. Вот. Говорю абсолютно без моментов. Даже, наверное, 2 ударов. Да, 2 ударов в створ и у меня 2 гола. Все замечательно. 100% реализация. Польша сыграла ничью с Бельгией. Бельгия потеряла очки, как и Швейцария. Вот. Так что нам это на руку даже, наверное, что вот все эти 4 команды сыграли в ничью. Сейчас я гляну. 4 очка, кстати, у меня лидерство над Тоттенхэмом. Вообще замечательно. Все шикарно с Манчестером у меня. Что здесь? Четвертая строчка. У меня, если будет игра с Швейцарией. Так что мне это на руку было, что они вот очки потеряли. Хотя надо было, чтобы... С кем они там? С Ирландией вроде, да, играли? Вот. Швейцария играла с Ирландией. Надо было, чтобы, наверное, все-таки ирландцы победили бы хоть раз. Но не получилось. Бельгия будет ли еще играть? Да. Бельгия будет играть еще со Швейцарией. Ну и мы тоже будем играть. У нас следующий будет Швейцария-Россия как раз и Россия-Польша. То есть Польшу мы можем обогнать. И нам лишь бы, чтобы Швейцария проиграла в матче своих хотя бы один Бельгия. А там, может быть, и мы Бельгию вздрючнем хоть разок. Вот. Так, классно. Он возвращается после дисквалификации. У нас тренировка. Отлично. Теперь у нас есть возможность запросить трансфер. Я запрашиваю сразу же. Итак, у нас игра против Нью-Касла. Они идут, кстати, на шестой строчке. 10 очков у нас отставания. Глянем сейчас, что у нас там. По голам. 7 голов лидерства у меня над Кейном. Он собрался тут на один гол. Опередил Санне. По голевым. Я, кстати, не так далеко ушел от Неги. 2 голевых паса мне осталось. И тогда буду я лучше него. Но можно, наверное, на голевые все-таки делать теперь уже акцент. Я хочу все-таки еще и лучшим ассистентом АПЛ стать. Олд Траффорд, облачный стадион. Поехали. Итак, замечательный стадион Олд Траффорд. Прекрасная погода на нем. Матч МЮ-Нью-Касл. Поехали. И забивает. Нам забивает Нью-Касл Шик. Ну, это что-то в Роме он вроде нападающий был. Итальянский. Молодой такой. Ассенсио. Отлично проходит. И гол в ближний угол. Отлично. Сразу же, как я себя заменил за команду, начал играть. Сразу же гол. Почему это со мной не происходило? Странно. И забивает Джеймс. 88-я в ближний угол. Отлично. Не проигрываем. Не теряем очки. Все супер. Правда и гол не забили в сегодняшнем матче. Ну и ладно. И все, друзья. Минимальная победа. Манчестер над Нью-Каслом. Просто вот за команду тут отыграл. И два мяча забил. 7-1 у меня оценка. Надеюсь, не повлияет это сильно на то, что я буду претендовать на звание игрока месяца в ноябре. Надо сейчас получше отыграть следующие матчи. Так, Сульшер не хочет меня продавать. Как будто я у него спрашиваю, хочет он или нет. Проводим тренировку после матча с Нью-Каслом. И все, друзья. Со второй попытки Ольги Норсоль Шер нас заставляет на трансфер. Отлично. Будем ждать теперь предложения чьи-нибудь. Так. Сейчас у нас пятый тур. Против Мидленда мы играем. Но сейчас мы все сделаем ради того, чтобы Брюги вместе с нами выходили. Обыграем Мидленд. Главное, чтобы Брюги сейчас обыграли Панафианайкос и все. Будет, наверное, отлично. Вот. По статистике сейчас у меня есть 9 голов за 4 матча. Голевые, 3 голевые еще отдал. Вот такие дела. Здесь меня прям уже и МакТомин его обогнал. И по голам. Ну, Кейн там вроде как забил, потому что у меня было 7+. Ну что же, домашняя игра у нас против Мидленда. С ними мы и начинали вроде. Пасмур на стадионе. Поехали. Итак, Манчестер Юнайтед против Мидленда. Матч сегодня ничего сильного и не решает. Но нет, кстати, решает. Сегодня, если мы проиграем оставшиеся 2 матча, это 6 очков, то 13 очков может набрать Брюги и победить в группе и выйти с первой строчки. Если мы сегодня даже играем в ничью, хотя нет, нам надо победить, наверное, в матче все-таки так лучше. Вот и сегодняшняя победа и мы выходим с первой строчки. И отлично. 1-0. 62-я минута. Абсолютно вообще без моментов было все до этой минуты. И сейчас просто шмальнул. Гол забил. Пока что на данный момент забиваю в каждом туре Лиги Европы. Было и 3, и 2 мяча. Но одного пока что не было. Но пока что вот один. Десятый гол, вроде, да. В пятом туре. Вот момент. И дубль. Все-таки меньше двух мячей. Я не забиваю. Отлично. 87-я минута. 2-0. И все, друзья. Уверенная победа Манчестера над Миддлэндом. Мы выходим теперь официально с первой строчки в плей-офф. Ну и теперь просто матч против Брюги. Это будет формальность. 8-7 у меня оценка. Ну а Брюги еще и играет в ничу с Панафианайкосом. Как будто они знали, что мы прям обыграем Миддлэнд. И им стараться не нужно. Ну что же, последняя игра. А в сегодняшнем выпуске играем мы против Водфорда на выезде. И давайте в домашний красный отыграем. Ливий на стадионе. Поехали. Итак, показывает сейчас меня, как лучшего бомбардира на воротах играет сейчас Кай Хаверт, как мы видим. Ну и руки прямому ровненько. Мяч отдали. Итак, играем на выезде против Водфорда. Английская премьер-лига. Поехали. Ну здесь просто, наконец-то, вот уже второй вроде гол такой у меня в Манчестере сейчас с отсколка с такого. Ну пойдет. Мне надо себя хорошо показывать сейчас, потому что противнюю Касла я вообще себя заменил. Там оценка была такая себе. Поэтому надо сейчас постараться позабивать. Там-то я что-то два мяча как-то забил в каком-то матче. Вот. Поэтому сейчас надо... Против Сток Сити мы вроде играли. Там я дубль забил. Надо сейчас вот забивать и оценку хорошую тоже получать. И отлично, какой гол мы сейчас еще забиваем, а. 2-0. Кстати, что-то оценка сильно слабая. 8-4 за два мяча. Надо забить хэд-трик, посмотреть. Там, наверное, 9-6 будет. Но матч отличный. Время у нас еще есть, чтобы забить хэд-трик. Так что все у нас отлично. И какую передачу я отдал? Я вообще просто на ложный замах сейчас делал. А он, наверное, по навесу кнопка не сыграла. И хорошую передачу я еще отдал. Ну вот вы сами бы посмотрели. Как бы я увидел Повара, что он так забежит. А он забежал. Еще и от штанги забил. Бенджамин Повар. Первый гол в премьер-лиге. Отлично. Надеюсь, получится взять звание лучшего игрока в матче. Но это точно. И ноября месяца было бы вообще супер. Отличный момент сейчас получается. И это мой хэд-трик. Это мой хэд-трик. 81-я минута. Три мяча и один голевой пас за сегодняшний матч. Все замечательно. Все замечательно. Сейчас узнаем какой-то уже гол у меня. 20-й гол в премьер-лиге. И меня еще и меняют. Я не просил, кстати. Ну, ладно. Наверное, все-таки перед матчем там с Бернли я сам забыл себя заменить. Меня заменили. Отлично. И все, друзья. Разгромная победа. Манчестер над Вотфордом. С счетом 4-0 заканчивается этот матч. Нас заменили. И за 5 ударов мы забили 3 мяча. 3 мяча плюс еще одна голевая передача. 10-0 у меня оценка. Все супер. Травма на тренировке. Диога Джоттон на 2 месяца вылетает. Вообще замечательно. Так, у нас 1 декабря. Кандидаты на звание игрока месяца в ноябре. Буду ли я там хотя бы? Да, я и здесь есть. Здесь Долберг, походу, в Челси. Мунир и Кейн вместе с нами. То есть вот 4 нападающих. Да, Долберг, Мунир, Мунир. Кейн и я. Вот такие вот дела. Так что в следующем выпуске мы узнаем. Стану ли я 4-х кратным обладателем звания игрока месяца в АПЛ подряд. Может быть и нет. Что там, например, по трансферу меня выставили. Арсенал делает предложение. Ну, понятно. Мне бы в ПСЖ уйти, а не в Арсенал. Сейчас проведем итоги. Покажу вам, что за сегодняшний выпуск на данный момент. На чем мы заканчиваем, так сказать. Поехали. В примере лиги у нас лидерство в 4 очка. Мы еще ни разу не проиграли, как и Тоттенхэм. Один раз все лишь сыграли в ничью. 30 забитых мячей, 4 мяча пропущенных. Но лучшая статистика у Сити. 28 разницы мячей. Потому что они намного больше на 3 мяча тут забили. Идем дальше. В Кубке Англии начинается только второй тур. Мы будем играть как раз в четвертьфинале против Бёрдли. Тоттенхэм. Кстати, Челси вылетели в четвертьфинале от Тоттенхэма. Ну, вот так вот. Мы здесь выиграли. Да, это понятно. Потом это тоже посмотрим. Лигу чемпионов. Ну и в Лиге Европы мы уже точно выходим с первой строчки. И Брюги, кстати, тоже выходит в плей-офф. Ну и здесь нам надо вот теперь обыгрывать и Швейцарию в одном матче. И тогда у нас будет отставание в одну очко. И надеяться на то, что Швейцария потеряет еще с кем-нибудь очки. По статистике игрока тоже быстренько вам сейчас все покажу. В премьер-лиге на 6 мячей у нас лидерство. А по голевым одна голевая до Пепеги и до Наги. И, кстати, я лучше бомбардир на квалификации. За 6 матчей 4 мяча забил. Ну классно. И в Лиге Европы меня обогнал Джеральдс. Я вообще не понимаю как, но обогнал. Но у него матчи на 2 больше. Не суть. Все равно классный, наверное, игрок. Но забил 12 уже мячей. Все на этом, друзья. Спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы, которые выходят у нас по субботам. С вами был Андрей. Это канал Футбола Тожит. До встречи, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok